Как жить с истиной естественно? Нужно ли придерживаться традиций или разрушать их? Истина — это то, что происходит естественно. Если вы придумываете что-то, это называется ложью. Истина — это не то, что вы придумываете. Истина — это то, что вы понимаете. Ложь — это то, что вы сочиняете. Так что вы не должны говорить «правдиво» или «естественно». То, что естественно, то и «правдиво». И нужно ли следовать заветам прошлого? Или нужно прийти к чему-то новому? Не должно быть принуждения к нарушению правил прошлого. Как и не должно быть принуждения следовать только путям прошлого. Это важно. Это актуально для каждого поколения. Что действительно нужно, что нет. Если вы не выбрасываете мусор, который накапливается в вашем доме, однажды весь ваш дом превратится в мусорку. Не так ли? Вы должны выбрасывать мусор каждый день. Только тогда дом будет чистым. То же самое и в жизни. Многие вещи, которые не работают, мы должны выбрасывать их ежедневно. Если не делать этого регулярно. Если не делать этого в течение сотни лет, то начнётся застой. Когда случается застой, ничего не работает. Прямо сейчас, если мы постоянно ищем лучшие пути, лучшая каждый аспект нашей жизни, я скажу проще. Если вы только начинаете искать, какой лучший способ сидеть, вы придёте ко мне. Вы захотите изучать йогу. Если вы начнёте искать, как лучше дышать, я говорю, что это жизненно важные вещи, какой лучший способ есть, как лучше управлять своим телом. Если вы только начинаете думать об этом, вы начинаете заниматься йогой. То есть вы начинаете приближать ваше физическое и психическое благополучие научным путём. Или какой лучший способ общения между двумя соседями. Если вы посмотрите на это честно, вы зададитесь вполне научным вопросом, что работает в общении лучше всего, вместо того, чтобы пытаться сплести философию вокруг этого. Философии прошлого также могли иметь смысл в одно время, который превратился в своего рода заповедь в течение определённого периода времени. И затем он превратился в закон, а затем в систему верований, и, наконец, он станет религией на некоторое время. Вместо этого мы должны искать смысл сами, во всех вещах. Но найдём ли мы окончательный ответ на все вопросы? Скорее, нет. Потому что мир изменчив. Итак, один взгляд на жизнь. Первое и самое главное — есть много научных и медицинских доказательств, которые показывают, что ваше тело и ваш мозг работают лучше, когда вы счастливы. Это самая основная вещь. У вас есть тело и мозг, который хорошо работает. функциональный мозг. И это происходит наилучшим образом, когда вы испытываете приятные ощущения. Поэтому первым делом нужно стать радостным по своей природе. И если вы управляете этим, вы управляете своим мозгом. Вы понимаете это? Когда вы счастливы, вы находите решение. Когда вы несчастны, вы создаёте проблемы. Вы не замечали в своей жизни это? Это очень важно. Это базис, это основа. Но это игнорируется. Люди думают, что счастье надо добиться. Вы должны быть успешным к концу своей жизни. Нет. Самое главное — то, что вы радостны по своей природе. Теперь мы имеем гибкий интеллект, не обременённый разными ограничениями. И если вы гонитесь за счастьем, ваши ограничения обременяют вас. А радость значит, что вы не обременены ничем. Когда вы радостны, вы видите вещи такими, какие они есть. Только если вы видите вещи такими, какие они есть, не искажённые разумом во всей их простоте, только тогда вы будете находить решение каждый день. И каждое решение будет лучше прежнего. Если вы даже не понимаете, в чём проблема, потому что ваш разум искажает всё, что вы видите, то как можно найти решение, когда вы даже не понимаете проблему? Как тогда найти решение? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова